всем привет ребята сегодня бред с вами и хотел бы вам похвастаться такой новой покупкой взял себе веб-камеру для пк и сейчас мы ее подключим к obs вот так вот выглядит моя новая камера от депстех 4k говорят очень хорошая ультра hd веб-камера давайте ее откроем и проверим насколько она хороша как обычно всякие маленькие детальки тут давайте и вытащим посмотрим что вообще внутри тут сама камера инструкция ой даже смотрите манки 3 3 под это я не ожидал интересно интересно то чё пультик какой-то камерок а закрывать чтоб камеру интересно вот так выглядит эта красавица посмотрите 4k кабелёчек юсб 3 под как мы видим да такая маленькая штучка ну вот и камера я ее вот так открыл ее можно будет либо вставить в трипод то есть сюда сверху либо поставить ее сюда на монитор ну давайте это сделаем вот так вот она встала красивенько теперь только осталось самое важное это снять вот эту штучку с экрана тогда вообще будет прелесть куда именно так и чтобы она упала это самое важно вот так красота так ну вот мы заходим в свою об с программу и тут очень все легко но давайте чтобы было более красиво я перезайду как раз таки через компьютер и запишу здесь видео и так дорогие друзья мы перешли в обе студию чтобы добавить камеру которая уже подключена через юсб порт нам надо нажать на источники плюсик выбираем устройство захвата видео называем как вы хотите чтобы вы знали что вы что это за устройство для меня я напишу вебки окей и тут переходим к 1 вклад вкладке устройство там выбираем так как моя фирма называется тепс тех webcam я нажимаю на нее и тут должна сработать веб-камера должна меня видеть как вы видите можно ее взять и настроить тут у вас будет конечно же на русском не как у меня на немецком яркость контраст какой-то он это все можно с этим поиграться можно помог даже 60 герц сделать и тут можно настроить если она поддерживается может быть какой-то зум если она вообще работает ну мне что-то пока не работает либо надо посидеть немножко вот нажимаем на применить окей если вы там поигрались поставили как все все как вам надо тут будет стандартное значение устройства нам это как бы не нужно там мы делаем пользовательская у нас было 4k а 4k это 3800 оба 3840 на 2160 это я вручную ввел она обычно согласовывается сама к сожалению есть какой-то пересвет я не знаю почему может быть сегодня слишком солнечный день вот fps я бы конечно хотел 60 но на моей камере только 30 я бы оставил тогда 30 или наибольшую поставил формат видео не знаю пускай стоит любой так все остальное мне как бы не нужно я нажимаю на окей тут возникает вот такая проблема потому что камера вот вот она сейчас короче растянула все изображение на всю потому что большое разрешение экрана то есть 4k за счет этого давайте это все уменьшим я нажму на преобразовать растянуть на весь экран вот и теперь чтобы не видеть весь этот хлам я нажимаю alt зажимаю и зажимаю вот здесь левую кнопку мыши и перетягиваю чтобы вырезать то что мне не нужно на экране обычная программа немножко по-другому работает я не знаю почему она делает это все так ну ладно заходим вот сюда наверх нажимаем например shift зажимаем и левую кнопку мыши растягиваем так как вам надо перетаскиваем просто вот сюда там где вы хотите чтобы у вас стояла web к так как у меня это сейчас не очень красиво все выглядит я опять shift нажимаю вот сюда и теперь например control зажимаю и вниз чтобы хотя бы немножко по-человечески все это выглядело вот делать так как мне надо вот уже настроили эту камеру хотя бы немножечко теперь вы можете хотя бы немножко ей управлять так может быть сделать что пересвета такого не было сильно вот так но это вот уже красиво выглядит да но если у вас есть какие-то там вот такие вот рамочки как у меня которые бегают то вам надо конечно же это поставить по слоям то есть у меня должна быть сперва рамка а под ней уже моя веб-камера вот что я для этого делаю она у меня уже по группам здесь все то есть в одной группе то есть в папке у меня несколько разных источников я беру ветку и ее ставлю под мою рамку вот написано рамка и вот она появляется поверх моей камеры и за счет этого она немножко получше выветлана не суперски но я старался конечно но вот в общем и все больше ничего тут такого и нету очень такая вот легкая штучка вот и не забывайте закреплять ее вот здесь чтобы не перетаскивать ее чтоб нельзя было ее куда-то убрать когда если вы нечаянно просто нажали что-то вот надеюсь помог ребята подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и я был очень рад вам помочь давайте до новых встреч